Мы начинаем тринадцатую лекцию по малым пророкам. Сегодняшнее послание начинается с третьей главы книги пророка Иаиля. Третья глава повествует о жатве зерна и винограда. Стихи с первого по восьмой рассказывают, как Бог судит врагов Израиля. В стихах с девятого по тринадцатый говорится, как Бог готовится к войне, чтобы осудить нечестивые народы. В стихах с четырнадцатого по семнадцатый есть обещание, что Бог – это место защиты во времена трудностей. Стихи с восемнадцатого по двадцать первые говорят о благословениях для церкви. Общая тема третьей главы – это Божий суд над теми, кто мучил Божий народ. Это заключительный Божий суд над другими народами и враждебными силами. Здесь также предсказывается вхождение Божьего народа в совершенное царство Бога. Стих один. Пожалуйста, прочтите его. И вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима. Стих говорит о пленении Израиля и его возвращении. Израиль не жил согласно Божьему слову, но был непослушен. По этой причине в жизни Израиля не было покоя. Из-за того, что Израиль не хранил субботу, они семьдесят лет жили без отдыха. Они не имели отдыха, но когда покаялись, Бог восстановил их до их прежнего состояния. Это значит, что они получили свою прежнюю свободу. Начиная со второго стиха, когда Израиль был исцелен, другие народы, которые были против Израиля, приняли суд. Там, где есть спасение, есть также и суд. Так и произойдет в день второго пришествия Господа Иисуса. Избранный народ будет спасен, а неверующие осуждены. Стих 2 Стих 2 Долина Иосафата Долина Иосафата Народы Вавилона и Осирии рассеяли народ Израиля по многим землям. Теперь Бог собирается их наказать. Бог живой, и Он судит тех, кто мучает его народ. Стих 3 И о народе моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отраковицу за вино, и пили. Эти стихи объясняют причины Божьего суда над другими народами. Они захватили Израиль в плен И продавали молодых здоровых мальчиков для блуда. Девушек продавали в обмен на алкогольные напитки. Сегодня это называется торговля людьми. Бог судит Божьих людей, которые поступают так. Одновременно Бог наказывает и тех, кто разрушал его народ. Таким же образом, Господь основательно работает со своими детьми. Непослушный Божий народ может быть наказан, но Бог заботится о них посреди этого наказания. Стих 4 И что вы мне, Тир и Сидон и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие на головы ваши. Тир, Сидон и Филистия располагались недалеко от Израиля. Это были враги Израиля, которые постоянно атаковали его. Из-за того, что эти народы долго досаждали Израилю, Бог сказал, что он осудит их. Атаковать Божий народ – это то же самое, что атаковать самого Бога. Теперь, когда Бог выступает для суда, Он говорит, хотите ли воздать мне возмездие? Никто не может бороться против Бога. Когда мы оставляем Бога, то Он использует внешние вещи, которые приносят нам страдания. Но с другой стороны, когда мы каемся и приходим пред лицо Господа, Он изгоняет врага и прекращает его происки. Поэтому наш мир не зависит от присутствия или отсутствия врагов, а также от нашей силы или слабости. Мир в наших сердцах зависит от того, насколько правильно мы стоим перед Богом. Стихи 5 и 6. Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши, и сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам еленов, чтобы удалить их от пределов их. После того, как Вавилон пленил Израиль, он забрал серебро, золото и все сокровища храма. Вавилоняне унесли награбленные в свои собственные храмы для их идолов. Другие сильные народы, окружающие Израиль, вторглись и увели людей как пленников, продавая их в рабство грекам. Археологи подтвердили эти детали как исторические факты. Народ Божий не жил внутри границ Божьего закона и порядка, но жил как часть этого мира. По этой причине Бог рассеял Израиля среди других народов, где они влачили жалкое существование. Мы должны помнить, как важно быть послушными Слову Бога, чтобы жить в Его покое. Стих 7 Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу. Если они покаются в своих грехах, они вернутся в свои дома. Это не происходит посредством человеческой силы, но только силою всемогущего Бога. Все происходит только если Бог позволяет этому случиться. Стих 8 И предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному. Так Господь сказал. Когда Бог вмешивается, то к народам, досаждавшим Израилю, приходят беды. Теперь израильтяне продают эти народы их врагам. Так Бог являл свою справедливость, а не наказаны в соответствии со своими делами. Бог дает свою благодать его детям, которые возвращаются в присутствие Божье. И судит тех, кто мучает его детей. В июле этого года я был на миссии в одной азиатской стране. Меня глубоко тронуло, когда увидел, как люди этой страны возвращаются к Богу и поклоняются Ему. Я увидел, что Бог по-настоящему любит этот народ. Когда многочисленное население возвращается в руки Божьи, Бог радуется. Поэтому я уверен, что еще больше людей будет возвращаться к Господу. Чтобы это произошло, Господь будет использовать многих из Его драгоценных детей. Мы должны готовиться, чтобы Бог мог использовать нас в своей работе. Стихи с 9 по 13 говорят о готовящейся войне, через которую Бог совершит свой суд над злыми. Бог обращается к народам со словами «Пусть приблизятся все воины». Так он бросает вызов людям этого мира, чтобы они попытались бороться с ним. Бог провоцирует враждебные народы напасть на Израиль. Но Господь защищает израильтян своими руками. Это Божье послание – ободрение ко всем, кто стоит в вере. Оно дает верующим силы сохранять мужество и двигаться вперед. Дьявол всегда пытается вселить в нас страх и заставить нас беспокоиться. В воскресенье я проповедовал в церкви о том, что нам нужно выйти из страха и беспокойств. Нам нужно знать, ходим ли мы в вере перед Богом или же нет. Если вы не уверены в Боге, вы не можете победить в духовной войне. Стих 10 «Бог говорит народам сделать мечи и атаковать». Псалтирь 2, стих 4 Здесь написано «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, когда народы выступают против него». И не важно, насколько могущественен враг, он ничего не может сделать, когда вмешивается Бог. Даже если враг предстает, как сильный мира сего, он ничто, если Бог с нами. Стих 11 «Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь, туда, Господи, веди твоих героев». Стих подстегивает народы мира атаковать Израиля. «Но у Господа есть свои воины». В конце Божий народ побеждает в войне. Божья армия, которая защитила Елисея, была больше, чем армия арамеев. Также Бог говорит, что его ангелы будут защищать его людей. Псалтирь 33, стих 8, говорит «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». Поэтому у Божьих детей нет никаких причин для страха или беспокойства. Стих 12 «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Ясофата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». Народы придут в долину Ясофата, чтобы получить Божий суд. За то, что они досаждали Израилю, теперь Господь будет мучать их. О происхождении долины Ясофат говорится во 2-й книге Паралипоменон, главе 20. «Три вражеских народа объединились, чтобы атаковать царя Ясофата и Иуду». Когда происходила эта война, царь Ясофат не воевал своими силами. Он собрал группу певцов и поставил их впереди армии, чтобы они пели хвалу Богу. Тогда враги начали бороться, убивать и истребили друг друга. Израилю ничего не пришлось делать. И они шли вперед, славя Бога, а Господь воевал. Враги воевали друг с другом, и все погибли. Знаете, как израильтяне в своей благодарности назвали долину? Они назвали ее долина Брака. Брака означает хвала. Когда мы доверяем Господу, Бог ведет нас в место поклонения. Нам нужно пережить это. Когда верующий выполняет работу Божьи, происходят две вещи. Две вещи. Люди, которые соглашаются с Евангелием, принимают Божьи благословения. А те, кто не принимают Евангелие, попадают под осуждение. Прочтем тринадцатый стих. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили и переливаются, потому что злоба их велика. Жатва созрела означает, что время суда близко. Точило полно, и подточили и переливаются. Зло наполнило землю, и теперь остается только суд. Пустите в дело серпы, и спуститесь означает, что суд уже начинается. Точно так же, как есть время для спасения, есть время и для Божьего суда. Несмотря на то, что некоторые люди, как нам кажется, никогда не спасутся, тем не менее, когда приходит время, их сердца могут стать мягкими и обратиться к Богу. С другой стороны, те, кто творят зло, примут внезапный Божий суд. Таким образом, Божья справедливость невероятно ценна. Стих 14 Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. В стихах с 14 по 17 Бог говорит, что он станет убежищем во время скорби. 14 стих говорит, что многие испытают Божий суд. В день второго пришествия Господа произойдет окончательное разделение людей. Отдельные люди, группы людей, а также церкви будут раскрыты и предстанут перед Богом, словно нагие. Совесть и развращение каждого будут явлены. Грехи народа будут открыты. Все станет очевидным. Но для Божьего народа это будет славный день. Усердный труд и истинная вера также станут известны всем. Наша чистая совесть будет вознаграждена. Будем помнить это, ибо день Господень близок. Стих 15 Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. Все сияющие небесные светила, такие как Солнце, Луна и звезды, падут. Они исчезнут во тьме. В Евангелии от Матфея 24 глава 29 стих Иисус говорит, что Солнце, луна и звезды падут с неба. Перед пришествием Иисуса небесные тела Солнце, луна и звезды упадут на землю. Поэтому верующие должны хранить свои сердца от мирского богатства, известности и славы. Нам нужно ожидать возвращения Господа Иисуса с верой, которая взывает «Приди, о Господь!» Маранафа Маранафа Стих 16 «И возгремит Господь Сиона и даст глаз Свой из Иерусалима содрогнуться небо и земля, но Господь будет защитой для народа Своего и обороною для сынов Израилевых». Когда возгремит голос всемогущего Бога, небеса и земля сотрясутся от страха. Никто не может избежать Божьего суда. Когда придет Божий суд, никто не сможет солгать или найти какие-то оправдания. Однако верные Божьи дети не будут бояться. Потому что Бог является их убежищем и укрытием. Небесный Отец полностью защищает их. Поэтому, более всего прочего, мы должны стоять в истине и быть верными Богу. Стих 17 «Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святыню, и не будут уже иноплеменники проходить через него». Абсолютное царство Бога будет установлено. Это святой народ. Место, куда неверующие лжецы и обманщики войти не смогут. Здесь будут обитать совершенные, святые и праведные Божьи овцы. Церкви и народы не являются совершенными. Поэтому они продолжают изменяться и развиваться. Однако царство Бога, в которое мы войдем в будущем, совершенно. Это царство совершенной веры. «Мы войдем туда через святую веру, данную нам Богом». Спасение невозможно заработать. «Божий спасительный труд не требует участия человеческих усилий». «Вера, которую Бог дает нам, свята. Живая вера приносит плоды. История живой веры будет продолжаться. Праведный живет верой и только верой. Нам нужно стать людьми такой веры. Стихи с 18 по 21 содержат благословенные пророчества о церкви. В этих стихах говорится о том, как кающиеся дети Бога и кающиеся церкви примут изобильную благодать. В то же самое время стихи пророчествуют поражение тем, кто мучил божьих детей и восставал против них. стихи пророчества о церкви. Стих 18 И будет в тот день горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напаять долину Ситтим. Послание обещает, что Бог восстановит свою благодать в отношении вернувшихся к Нему детей. Горы и реки будут благословлены. земля, которая была бесплодной, теперь принесет плоды в изобилии. Горы потекут сладким вином, а холмы наполнятся молоком. И сухие русла наполнятся водой. В книге пророка Исаии 55.1 говорится, что те, кто жаждет, будут пить, когда они вернутся к Господу. Они будут есть и наслаждаться. Это значит, что возвращение к Богу и хождение с ним принесет духовные перемены. Когда люди возвращаются к Богу, они становятся подобными пьющему вино. это значит, что они снова будут счастливы. Также Господь дает нам дела жизни, которые снова начнутся. верующие 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 столкнуться с разрушением, но завтра надежда снова вернется. Поэтому надежда верующих никогда не потеряна. верующий может упасть семь раз, но поднимется. Писание говорит, а из дома Господня выйдет источник и будет напаять долину Сетим. Долина Сетим это иссовшая долина, которая находится рядом с Мертвым морем. Долина Сетим это иссовшая долина, которая находится рядом с Мертвым морем. В этой долине отчаяния не растет ничего, кроме деревьев акации. Все выглядит так, как будто в этом месте работа благодати невозможна. Но все равно упрямый дух будет расплавлен через Божью благодать. Благодаря тому, что Иисус пришел в этот мир, Евангелие может распространяться ко всем народам. Он изменил сердца упрямых людей. Эти перемены происходят и сегодня. Сначала нам нужно вернуться к Господу и измениться. Это очень важно. Тогда мы сможем совершать многочисленные дела для Господа, которые будут приносить перемены. Стих говорит, что источник выйдет из дома Господа. Это значит, что новые дела жизни начнутся от Господа. Поэтому с церковного алтаря должно проистекать слово жизни и истины. Тогда мы увидим изумительные дела Бога. Стих 19. Египет. Египет сделается пустыню, и едом будет пустою степью, за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. Египет был самым значительным врагом Израиля. Египет. 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 Божий народ проходил через угнетение не только других народов, но и собственных братьев. Теперь Бог будет судить Египет и Едом За то, что они убивали израильтян и были жестоки к ним Ни у кого нет шанса устоять в борьбе с Богом В день Божьего суда все будет опустошено Стих 20 А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов Может быть, враги усиливаются, но Божьи дети не ослабевают Божья церковь и его народ идут в вечность Гонители Израиля исчезнут, а Израиль не исчезнет никогда В истории было очень много гонений на христиан Но Евангелие и Церковь не умерли Они стали еще сильнее и распространились по всему миру Стих 21 Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе Этот стих говорит, что Божий суд совершится в свое время Из-за кровь верующих придет отмщение Бог видел, как Израиль был несправедливо истребляем и угнетаем Теперь настает время Божьего воздаяния Божья искренность и любовь никогда не оставят нас Бог любит свой народ и никогда не перестает вести его Давайте доверять верности Господа И смело двигаться вперед с триумфом в нашей вере Это окончание тринадцатой лекции по Малым Пророкам Благодарю вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!